Ну, заходите, может, пустят, ладно? Давайте я попробую, меня если выгонят, я опять... Попробуй пускать, пока не выгонят. Подождите, я пиваю, как-то... А не пускаете, потому что коронавирус? Потому что, да. Понятно. А как запускают? Расскажите, пожалуйста. Сейчас у человека выйдет, вы бы зайдёте. Хорошо. Да. Просто так не зайти. Новые правила посещения на почте, в банках, в магазинах. Очереди не километровые, но всё же довольно ощутимые. Ажиотажа, дефицита нет, просто всех просят соблюдать дистанцию. Вирус на дворе. Посетители мест большого скопления привыкают жить по-новому, на расстоянии. Так велят санитарные нормы, и не только это. Так в одной из сети продуктовых магазинов защищают себя и покупателей. Перед началом того, как мы пройдём по нашему торговому залу, я бы хотела предложить вам обработать руки, как это делают все наши покупатели. Всё, есть у меня пропуски пержатей? Конечно, есть. Отлично. Пойдёмте. Все наши продавцы, как вот можно увидеть, работают обязательно в перчатках и в масках. Это безопасность как для них, так и для наших покупателей, потому что мы заботимся не только о покупателях, но и о наших сотрудниках в первую очередь. Обязательная обработка не только поверхность. Воздушный стерилизатор. Разработали его в НАСА, он фильтрует воздух и ударяет частички пыли. Таких здесь стоит несколько. Космические разработки на службе обычных жителей. Все дверные ручки протираются каждый час. Дверные ручки, перила, поручни, всё протирается. Далеко мы проходим, когда дальше. На входе стоит антисептик, каждому покупателю предлагается обработать руки. Перед тем, как покупатель получает в руки тележку, либо корзинку, его ручка прямо при покупателе обрабатывает. Столько после этого вручается покупателю. На полу заградительные линии, по полтора метра каждая. А на кассе защитный экран, чтобы защитить кассира и покупателя. После покупки вам предложат обработать руки антисептиком. Ручки будем обрабатывать? Давайте. Дайте доброго, будьте здоровы. Спасибо большое. Согласно постановлению Роспотребнадзора, дистанция между гражданами должна составлять от одного до полутора метров. Это если вы идете по улице или разговариваете. А если человек чихает или кашляет, то расстояние нужно увеличить хотя бы до трех. Ведь коронавирусная инфекция, это именно вирусная инфекция. Она распространяется воздушно-капельным путем и контактно-бытовым. То есть при кашле, чихании, вирус распространяется с содержимым при чихании до трех метров. При разговоре до метра. Поэтому влажная уборка, дезинфекция, правила личной гигиены, мычье рук, полоскание горла, промывание носа, если это удобно, особенно, если умеют, вернее, особенно после посещения мест с скоплениями людей, чихающих и так далее. Поэтому первое, о чем стоит помнить, кроме маски, дистанция. А в целом, чем больше мер по защите принять, тем меньше шансов заразиться. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком.